Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И мы продолжаем разговор о нейролептиках, которые мы уже давно начали. Но сейчас мы будем прицельно говорить об использовании этих препаратов. И одновременно мы будем поправлять ошибки, которые связаны с использованием нейролептиков-антипсихотиков. Сегодняшняя наша беседа называется «Нужен ли сильный Д-нейролептик при депрессивной болезни?» Тот, кто посмотрит наш ролик про классификацию нейролептиков, мы решили ее серьезно упростить. То есть, обычно называют такие препараты, ну скажем, сильные антагонисты Д2-дофаминовых рецепторов. Мы сделали, упростили для вас наименование. У нас получается Д-нейролептик со стрелочкой вниз. Причем буква Д большая означает, что это сильный нейролептик. Но поскольку мы все-таки еще рассчитываем на то, что вы будете потихоньку привыкать к нашей классификации, слово «сильный» мы пока оставляем. Итак, нужен ли сильный Д-нейролептик при депрессивной болезни? Ну, я вам честно скажу, что многие наши психиатры считают, что это так. Во всяком случае, маститые психиатры. Я имею в виду профессора Иванова, который является одним из наиболее талантливых учеников Академика Смулевича. Слушаем. Отказавшись даже от диагностики шизофрении у таких больных, вы никуда не денетесь, потому что без антипсихотиков вы им помочь не сможете. Начинаются те самые хитрости, которые, к сожалению, не изучены в таких систематических исследованиях, которые не прописаны в инструкциях препаратов, но те же антипсихотики начинают использоваться как седатики, как анксиолитики, как гипнотики, отчасти как антидепрессанты. Ну, вы все слышали. Итак, нейролептики, считает профессор Иванов, могут использоваться в качестве антидепрессантов. Давайте разберем, так ли это. Что же такое сильные Д-нейролептики? Сильные Д-нейролептики, вот здесь представлены их примеры. Это галлоперидол, респиридон, это трифтозин, это пирозин. Разные препараты. И вот эти сильные нейролептики, как они снижают активность дофаминовых нейронов? Ну, если у нас появляется лишняя активность в дофаминовой цепи, которая состоит из дофаминовых нейронов, вы видите, выделяется слишком много дофамина, нейромедиатора, который связывает между собой дофаминовые нейроны, то у нас с вами получается перевозбуждение дофаминовой системы. Что же делают эти сильные препараты? Они сами прикрепляются вот к этим дофаминовым рецепторам. Дофамину невозможно прикрепиться к этим рецепторам. Они уже заняты, и дофаминовая активность падает. Причем, что означает, что эти препараты являются сильными? Это означает, что они прикрепляются к большому количеству рецепторов. И, соответственно, большое количество рецепторов оказывается занятыми. Ну, а теперь, что же такое депрессивная болезнь? Депрессивная болезнь – это рекуррентное депрессивное расстройство. Мы неоднократно рассказывали об этом тяжелом заболевании, достаточно тяжелом заболевании, которое встречается в 7% населения и до 25% психиатрических стационаров. Но не в России, в нашей стране этот диагноз практически не используется. И ставятся другие диагнозы, что не отменяет наличие рекуррентного депрессивного расстройства. Видите, что обычно депрессия при этом расстройстве тяжелые. Но мы уже несколько раз говорили о том, что у этого расстройства существуют определенные критерии. Три основных критерия – снижение настроения, отчетливое снижение интересов и удовольствия от того, что приносило удовольствие раньше, снижение энергии, повышенную утомляемость и целый ряд дополнительных симптомов. Кто хочет подробнее с ними ознакомиться, пожалуйста, посмотрите, остановив трансляцию. Ну, вообще-то говоря, мы уже разделили эту депрессию на три самых значимых подтипа, которые помогают нам определиться с выбором антидепрессантов. Во-первых, это СН депрессии, где С и Н – это большие буквы, которые означают падение активности серотониновых и норадреналиновых нейронов. И тогда у человека наблюдается усиление отрицательных эмоций. Он испытывает грусть, хандру, отвращение, раздражение, недовольство, отчаяние, идея виновности и самоуничижения. Бывают депрессии НД – падает активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов. И тогда ослабляются положительные эмоции. Появляется тоска, подавленность, безрадостность, безнадежность, утрата интересов и удовольствия. Так вот, здесь вы видите совершенно отчетливо, буковка Д показана красным. Что же будет, если мы будем назначать препарат, который снижает активность дофаминовых нейронов? Очевидно, мы должны об этом задуматься. Тем более, что эта буковка Д, она встречается еще и при депрессии. Тройной, как мы ее называем. Видите, тройной у нас дракон с тремя головами падает. Активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. И тогда у человека происходит и усиление отрицательных эмоций, и ослабление положительных одновременно. Итак, два из трех типов депрессии связаны с падением активности дофаминовых нейронов. Вы здесь видите дофаминовые пути головного мозга, которые страдают при депрессии. Это прежде всего мезолимбический путь, восприятие эмоций. Но еще и мезокортикальный, это мотивация поведения и мышления. И вот там падает активность, еще раз говорю, при двух из трех типов депрессии. Итак, мы назначаем такому человеку сильный антипсихотик, который значительно снижает активность дофаминовых нейронов. Что же происходит? Мы таким образом у этого человека усиливаем депрессию. Поэтому я считаю, что назначение при рекуррентном депрессивном расстройстве, при депрессивной болезни, при тяжелой депрессии, назначение сильных антипсихотиков является врачебной ошибкой, которая способствует ухудшению состояния больного. Я очень прошу, я сейчас обращаюсь к врачам, не делайте таких ошибок, не отращивайте, пожалуйста, драконом головы. Что я хочу посоветовать пациенту? Если ваш врач пытается отрастить у дракона лишнюю голову, пожалуйста, попытайтесь с ним договориться, чтобы он этого не делал. А если он все-таки будет продолжать это делать, то я считаю, что надо писать на такого врача жалобу. Спасибо вам за внимание.